Объявляю Оксану Силантьеву, Сила Медиа, основатель и прочее, и прочее. Оксана сама назовет себя, как посчитает нужным. Ну и мы сейчас ей предоставим слово. Сейчас мы технологии победим, и все будет замечательно. Работает? Работает. Сейчас мы на большой выведем, все работает. Смотрите, как быстро мы победили онлайн с оффлайном. Добрый день, я рада всех приветствовать. Меня зовут Оксана Силантьева, я мультимедийный продюсер и руководитель лаборатории мультимедийного опыта Сила Медиа. Я сейчас расскажу, в каких зонах я работаю и как нейросети за последние полтора года поменяли. И мой производственный процесс как продюсера, и как менеджера, и как преподавателя я работаю. И у меня есть несколько авторских курсов в разных университетах России. И у меня есть, собственно, своя образовательная платформа, где мы пробуем выходить за рамки стандартного институционального образования. Значит, так как у нас все про практику, то я вам буду рассказывать и показывать все вживую. Поэтому, если будет какой-то сбой, вы будете понимать, что виновата машинка, а не человек. Значит, крутенько я исторически из журналистки, из медийной среды. В 2000-м, в 2001-м году я уехала в Великобританию, получила магистрскую степень по мультимедийной журналистике. Нафиг никому не нужна была в России с этой специальностью, потому что в тот момент вообще в журналистике была история про... «А давайте научимся переписывать заголовки из газетных в интернет». А я приезжала с интерактивом, с лонгридами, с мультимедийным мышлением. И я в этот момент поняла, что если я не буду заниматься образовательной и просветительской деятельностью, то мне не с кем будет в России работать. И поэтому пришлось разделить все, что я делаю. С одной стороны, это, собственно, продакшн, это создание проектов мультимедийных. А с другой стороны, очень активное обучение. И обучение мне потом сотрудников и тех людей, с кем можно на каких-нибудь конференциях говорить о том, что мы понимаем и о чем... Ну, собственно, в какую сторону мы хотим медийную сферу двигать. Вот, собственно, поэтому вот три зоны моей экспертизы. Медиа в широком смысле слова не только как журналистика, а как медиакоммуникация и передача мыслей из одной головы в другую с использованием различных знаковых систем. Образование институциональное, альтернативное взрослых детей, стандартное и нестандартное, кверх тормашками и так далее. И IT-технологии, которые меняют эти две зоны. Значит, в контексте нейросетей я очень люблю... Это в определенных узких кругах этот твиттер зашелся достаточно широко, говорящий о том, что, вы знаете, мы мечтали, мы, женщины, мечтали о том, чтобы искусственный интеллект занялся стиркой и помывкой посуды, чтобы у нас осталось время на креатив и искусство, а не то, чтобы искусственный интеллект забрал у нас креатив и искусство для того, чтобы мы наконец-то начали заниматься стиркой и помывкой посуды. Вот ощущение, да, действительно во многих дискуссиях, в которых я участвую, оно вот похоже на то, что давайте отдадим искусственному интеллекту креативные творческие задачи и... Я говорю, и что? А сами пойдем подписывать 18 тысяч документов по ВГОСу 3,5. Очень сильно хочется, чтобы отдавать рутинные задачи всяким нейросеткам, а то, что творческое, то, что креативное, то, что нестандартное, собственно, забирать своему креативному мозгу. Значит, что я сделала для того, чтобы определиться, где мне нейросетки могут лично помогать. Я села, написала большую карту, это кусочек из нее, большую карту тех тем, которые меня интересуют, по которым я сама веду разные глубины исследования, по тем темам, по которым я с разной глубиной что-то читаю, что-то рассказываю, какие-то семинары и тренинги веду, и то, что связано с моей вот такой приединой деятельностью менеджера, продюсера и преподавателя. Исходя из этого, я дальше превращаю это в задачи, которыми я занимаюсь, и я просто действительно сидела за собой несколько недель, записывала прямо с собой, носила блокнотик. Вот ты сейчас делаешь что? Ты сейчас пишешь текст о чем? Какого он типа? То есть я просто сканировала свою деятельность на протяжении, по-моему, трех недель, из которых вытащила какие-то задачи, которые связаны с производством контента в разных форматах. Затем я это все промаркировала тегами для того, чтобы для того, чтобы что-то из этого я могла делегировать, например, людям или нейросеткам, а что-то из этого... Сейчас мы попробуем. А что-то из этого я... А, надо, сори, сори, надо так вот все выделить и разбить это на кластере. Что-то я хотела оставить себе. То есть у меня получилось вот такое вот разделение, какие задачи я считаю человеческими, которыми мне интересно заниматься, а то, что я хотела скинуть на других исполнителей. Дальше следующей идеей было разложить это не на функциональные какие-то задачи, а на эмоциональные. Потому что вы знаете, что время относительно, и задача, которая вам очень нравится, вы можете и три часа радостно ее выполнять, а та задача, которая вас бесит, вы за 10 минут уже устанете и хотите ее бросить. Поэтому я разделила вот эти вот все стикеры, разложила по шкалам. Нравится, не нравится, хочу, должна, делаю на лету, отнимает много времени, помогает моему развитию, тормозит мое развитие, хочу делегировать, хочу сделать сама. И вот эти вот стикеры раскидала по этим шкалам, и все то, что попадало в негативное эмоциональное состояние, я объявила кандидатами на делегирование нейросетям. И затем, вот, собственно, опыт, который я вам хочу показать, что получилось из того, что я разобрала на запчасти, я не делегировала профессию, я не делегировала человека, я делегировала какие-то определенные функциональные задачки, которые влияют на мою продуктивность, и которые можно было отдать, например, нейросети. Сегодня я была очень рада, когда там вскользь немножко было сказано в презентации у Алексея, по-моему, что языковая модель помогает тебе преодолеть вот этот наш без, да, нашу предубежденность, попробовать подумать и посмотреть на ситуацию с позицией другого человека. Как я это сделала? Я в чате GPT завела отдельный чатик и вначале научила его методу персонажей, когда задаются вопросы, когда нужно вжиться в роль твоей целевой аудитории, либо твоего будущего ученика, либо там потребителя твоего продукта, и с позиции этого человека, твоей целевой аудитории, задавать тебе вопросы в разных эмоциональных состояниях. Ну, в данном случае это пример. Моя аудитория, редакторы районных маленьких газет, изданий, сайтов, и я хочу сделать с ними большой проект, который соединяет редакторов локальных медиа с локальными школами. Ну и, собственно, я не знаю, как жить в маленьком селе. Я не знаю, какие у меня есть опасения, тревоги, там, ограничений и так далее. Поэтому я прошу чат GPT встать на эту позицию и позадавать мне вопросы, исходя из редакторской ситуации, либо исходя из позиции учителей. Значит, что мне это дает? Приблизительно за одну минуту у меня генерится список вопросов, часто список возражений, с которыми дальше я могу работать. Я могу находить аргументы, как я могу предвосхитить эти сомнения, какие я могу предложить кейсы, примеры, образцы, либо решения, которые помогут людям из этих возражений выйти. И дальше вот по этой модели обязательно надо хвалить языковую модель, надо обязательно ей показывать, что да, ты вот это решение предложил, и это правильно, потому что мои наблюдения за людьми показывают, что люди очень часто ругают языковую модель, и мало кто показывает, как надо, как правильно делать. И это очень сильно напоминает то, как устроена наша отрасль образования. Мы все делаем красную ручку, отмечаем, что неправильно, кто бы когда похвалил и бы сказал, что вот здесь вот молодец, здесь у тебя хорошо получилось. Поэтому вот то, как люди общаются с нейросетями, это прям классическая проекция того, как в семье устроены дела, как в школе устроены дела. Очень любопытно за этим всем наблюдать, особенно в комментариях в социальных сетях. Ну, то есть в данном случае я могу, там вначале у меня был кейс, когда мне нужно было сгенерить вопросы, которые волнуют дедушку в Казахстане, и что его волнует в контексте темы уличных туалетов в казахстанских школах. То есть я никогда не жила в Казахстане, я никогда не была дедушкой, и мне очень сильно помогает этот список вопросов сделать мой контент, сделать мой проект более заточенный на, собственно, интересы этих людей. Работает в менеджерском смысле, работает в продюсерском смысле, и в студенческом тоже, когда я показываю, когда я учу журналистов не писать материалы с позиции, там, московской из гимназии девушки, которая понятия не имеет вообще, как живет Сыктывкар, вообще какие вопросы их волнуют. То есть вот эта вот смена ролей, она очень сильно помогает в, ну, вот в моем конкретном, в моей конкретной сфере. Следующая история – это про быть в курсе для того, чтобы держать руку на пульсе того, что происходит в медиамире. У нас уже, ну, как бы специфика, специальность такая, что надо не то, чтобы в три раза быстрее бежать, а в 17 раз быстрее бежать. Поэтому я… Так, сейчас, секундочку. Поэтому у меня есть вот такой инструмент, называется Give Me News. Это бесплатный сервис в Телеграме, в котором я занесла профессиональные сайты, за которыми я слежу, на которых публикуются материалы, которые мне могут быть интересны. Вот такой вот у меня маленький список получился. Ключевые слова, которые можно добавлять, убавлять, то, что вам интересно. А дальше я говорю, нажимаю кнопочку «Получить новости». Эта машиночка мне генерит, вытаскивает со всех этих сайтов все, что касается этих ключевых слов, в общий список. Плюсом к этому, ну, вот, как бы сегодня утром я загружала, вот он такой список мне сделал. Я могу ориентироваться по заголовкам, но эта же самая машинка может мне давать и summary, и на русском языке, и на английском языке, если мне нужно более глубоко там уточнить, не действительно надо лезть и читать эту большую статью, либо это просто там заголовок обманка. Вот эта штука мне сэкономила невероятное количество времени, потому что до этого момента я ходила ручками, ножками по вот этим сайтам и 500 открытых вкладочек. Ну, кто исследовательской деятельностью занимался, тот помнит, что это, что это такое. Так что вот такая вот машинка, которая помогает вам. Вот это реальная экономия, экономия времени. И что еще она умеет? Она умеет, есть второй сервис от этих же разработчиков, с которыми мы вместе работаем, сотрудничаем. Вы можете нажать на кнопочку и опубликовать у себя на канале. То есть если вы не только потребляете контент, но и транслируете, если вы ведете какой-то профессиональный блог, то из вот этой вот подборки вы можете это саммари с дополнительными своими какими-то тезисами, комментариями опубликовать это сразу у себя на Телеграм-канале. Вот такой инструмент, который помогает быть в курсе. Еще один инструмент, который из этого же функционала – это Smart Connections для обсидиана. Если кто-то пользуется обсидианом как вторым мозгом, то это такой плагин, который помогает вам выявлять скрытые связи между заметками. Обсидиан сам по себе помогает делать вот такую вот сеть из ваших личных заметок, из ваших личных наблюдений, и вот эти вот связки вы можете прописывать ручками. И, собственно, обсидиан начинался с того, что вы организуете свою систему управления знаниями, свою систему управления заметками, связывая их между собой. И появление Smart Connections, надстройки на обсидиан, позволяет среди множества разных ваших заметок найти скрытые упоминания, скрытые связи, причем их приоритизировать по силе этой связи. Это тоже пробыть в курсе, потому что, когда у вас большое количество тематик, вы не можете удержать в голове, что с чем связано, и что может стать новой идеей для статьи, поста, либо какого-нибудь выступления на конференции. Также в Smart Connection есть функция чата, когда зацепленная с чатом GPT, где вы можете писать «Основываясь на моих заметках, посоветуй мне». И он тогда смотрит, какие у вас сформировались вот эти кластеры, более-менее развитые по вашим записям. И говорит, ну, кажется, тебе нужно написать там пост про вот это или про вот это. Про еще посоветовать, про что написать. Инструмент, который это у нас… То, что первой персоной я показывала, это GPT-4O, а это на четверке, то, что можно было разрабатывать GPTS, это ваши внутренние агенты, которым вы можете дать свою собственную информацию. И вот такой, свой маленького агентика вырастить. Я вам покажу сейчас его внутри. Собственно, чем он отличается от чатов, с которыми мы привыкли общаться. То есть вот здесь вот я ему говорю, собственно, ты мне помощник в чем? В данном случае это помощник мне в написании статей для моего профессионального блога, для моего профессионального сайта. Я ему рассказываю структуру своего сайта, какие есть рубрики, какие есть редакционные стандарты, кто моя целевая аудитория. То есть до того, как я к нейросетке прихожу за помощью, я сначала должна накорнить ее информацией, собственно, что я от нее хочу. Когда мы обращаемся к большому чату GPT, не фокусируя, не определяя, в чем конкретно нужна наша помощь, он, естественно, вот как этот инфобизнесмен рассказывает все обо всем общими словами, собственно, чат GPT точно так же с нами общается. Поэтому если вы хотите конкретики, вы сначала его накормите конкретикой, а потом уже задавайте конкретные вопросы. И вот что может агент? Ему можно скормить различные файлы ваши собственные, к которым можно обращаться. В данном случае у меня есть с 2012 года большая подборка всех вопросов, которые мне задавали студенты и участники моих тренингов. Это прям огромная-огромная таблица, написанная их собственными словами. Не то, как мы в академической среде понимаем потребности аудитории, а то, как люди на самом деле спрашивают, как они формулируют свои вопросы. Вот, собственно, я загнала вот эту информацию, дальше у меня была 8-часовая консультация. Это большой вебинар, где я просто в прямом эфире 8 часов отвечала на вопросы своей целевой аудитории. Да, раз вытащили это в транскрипт и сюда загрузили. Описание персон, редакционные стандарты и примеры хороших инструкций. И дальше я могу написать просто, сделай мне структуру, схему, тезисный план, публикации, презентации, сайта, сценария для YouTube-ролика, и эта машинка мне делает. Это не 100%, это не то, что идет в эфир. Это то, что экономит мне время, я могу написать этот тезисный план. Но когда это сделано мне в черновике, любой редактор знает. Любой сырой текст редактировать проще, чем писать с белого листа. Поэтому вы с помощью ЧАТ-ГПТ делаете тезисный план, какую-то структуру, схему, а затем просто пишете уже по живому, сверху, своим собственным стилем. Ну и как бы я в ЧАТ-ГПТ не хожу с вопросами фактологии, потому что не для этого инструмент устроен. Ну и еще один пример я последний покажу. Это у нас есть тренинг смешанной реальности, когда это тренинг оффлайновый, вживую люди собираются. Это смесь настольной игры с VR и с интерактивными заданиями, которыми выполняются через смартфоны. И вот в VR-овской части этого, где мы моделируем мир, в который выходят журналисты, чтобы тренироваться по сбору информации, вот, собственно, все персонажи, которые там смоделированы, они озвучены, там около 10 персонажей, все они озвучены одним актером, а с помощью нейросети сделаны особенности речи, женский, мужской, выговор. Собственно, все персонажи, они становятся персонифицированными, они разговаривают разными голосами. Это, я вам скажу, сократило мой бюджет в производстве этого тренинга на много нулей, потому что нанять актеров и записать их, это совсем же не то, что нанять одного актера, а потом нейросеточкой это все полирнуть. Вот, собственно, там есть еще немножечко про субтитры к видео. Если видео занимаетесь, то Капкад делает в две минуты титры и в две минуты их переводит, и, собственно, я обещала негативный один опыт. Это называется, я очень сильно хотела делегировать, давать обратную связь на творческие работы моих студентов. Вот это как раз штука, которая провалилась. Даже несмотря на то, что домашние задания, они структурированы, и вот выполняются они студентами вот в таком вот формате, попытка выгрузить это, скормить нейросетки и сказать оцени, даже по существующим критериям, ну, превратилась, конечно, в совершенную профанацию, и мы закрыли эту тему, по крайней мере, на время. То, что я делаю, я звуком записываю обратную связь на эту работу, затем скармливаю GPT, приведи это в просто, ну, грамматический, удобно читаемый текст, и отдаю это студентам. Вот, такой у меня есть опыт. Тут скопилось уже достаточно много вопросов. Вопрос от Елены Пацебиной. Оксана, спасибо за информацию. Могли бы уточнить, как вы создали курс, как вы создали курс GiveMeNews? Это не я, это не моя разработка. Это разработка Алексея Березового. Вы просто по GiveMeNews можете найти это в интернете, подписаться, это бесплатный сервис, который в телеге работает. Дмитрий Базилевич. Да? Потом из зала, да. Мы просто с ним сотрудничаем, он на нас опыты ставит. Поэтому я так нежно и любя про него говорю. То, что мы любим GPT, уже оспорить невозможно, но вот понять, что будет, сложно. Подобятся ли мы любви от создателей? Я в этом смысле, знаете, я человек, который Ленин Байдуин. Вот я наберу эмпирической базы, я натренируюсь, а потом про вселенскую жизнь буду размышлять. То есть мне кажется, что мы очень часто делаем какие-то общие размышления, не имея, ну и там предположения какие-то, не имея фактической информации, не имея практики. Поэтому я вот пока поиграю на стороне эмпирики, потом на мне можете защищать докторские диссертации. Отлично, как раз мой подход. Яна Гордей, доброго времени суток. Как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта при вынесении приговоров по уголовным делам? Согласно принципам законности и свободы оценки доказательства, при вынесении приговора судья должен основываться на законе и совести. Когда у нейросетки вырастет совесть. Я знаю, очень-очень прям рядом проходила информация про то, что сделали анализ предыдущих решений Верховного суда США, когда они загрузили все эти данные, которые они рассматривали, и сравнили, как бы нейросетка решила с тем, что как на самом деле судьи приняли решение. И там типа все совпало, почти все совпало. Но мне кажется, что это такой бес все-таки тоже, потому что нейросетка принимает решения, в том числе и на той инфе, которая в прошлом случилась. Не знаю, по медицине говорят, что очень хорошо диагностика идет, но там это больше формализованное. В судебном решении, при всех моих нежных отношениях к судям, мне кажется, пока это все-таки человеческая история. Наш спикер Алексей Гольдин пишет вам, в кавычках, «Не хожу к чат за пяти с вопросами фактологии, не для этого инструмент создан, и три восклицательных знака». Спасибо, спасибо большое. Ну и из зала давайте, да. Да, сейчас пока, если есть вопросы из зала, маленький комментарий. Знаете, когда говорят, вот, а упоминать надо сейчас же пяти в качестве соавтора, когда вы пишете пост. Ну, как-то в Photoshop никто не ставит соавторы дизайнерской работы, Word никто не упоминает как текстовый редактор. Эта штука – инструмент. Эта штука, она кажется, она создает иллюзию, что она делает что-то невероятное. Но если вы понимаете, и я очень рада, что сегодня было несколько презентаций, показывающих кухню, как эти токены работают. Если вы понимаете, как эта машинка работает, ну, нет таких вот иллюзий о том, что она там должна отвечать на вселенский вопрос, тем более, что ответ 42 нам уже известен. Можно один комментарий? Во-первых, Оксана, я хотел вас просто поблагодарить. Я очень ждал, вот, мне кажется, это прямо то, что вы говорите, квинтэнсенция, разрушение вот этих мифов маркетологических, которых нужно было в свое время привлечение просто информации. Я понимаю, для чего это делается. Вот мне каждый раз говорят, вот поэтому, поэтому. «Да я все понимаю, все уже закончили, там точку поставили, и начнем вот двигаться реальными какими-то вещами, практиками». Вот вы рассказываете. Это иллюзия. Это иллюзия. Массовое пользование все равно будет мифическое, стереотипное. И психиатрия человеческая, она непобедима. Людям хочется верить вот в эти иллюзии. Хотя бы для, вот мы тут в УЗИ собрались в библиотеке, у нас не будет этого. Мы немножко специализированный такой пользователь. И я для себя уже подзаписал. Спасибо вам большое. Мы, вот, 20 лет я учу медийщиков, коммуникаторов пользоваться мультимедийными форматами. Я думала, что я года за два справлюсь. Лет на 300 у меня еще работа есть. Поэтому я как-то, я меньше верю в человечество, чем вы. Так, ну, вопросы... Я верю в библиотеку. Вопросы из зала еще, коллеги. Ну, тогда все. А, вот, да, да, да. А вот это не вопрос, а вот та самая благодарность, которую вы говорите, очень редко произносят. Спасибо вам, вот, от простых пользователей, которые недавно с этим столкнулись. Столкнулись, да. И вы сняли вот эти какие-то вещи, которые вот на нас до навалились. Спасибо. Я за человеков. Большое спасибо за приятные слова. Мы все... Я за человеков тоже. Мы все адаптируемся к этой среде. И просто отказываться от своей человечности нет никакого смысла. Если мы на технологии смотрим и делим, вот этот ножик, он для чистки картошки. И мы его используем для чистки картошки. Мы не задаем ему вопросы, почему ты мне плохо кофе варишь. И поэтому вот надо как-то с инструментами разбираться, их на полочке раскладывать. И они сильно помогают. Но вот не делать из этого волшебную кнопку, нажав на которую, ну, окей, ладно, он меня заменит. Меня клонировал искусственный интеллект. А я что буду делать? А у меня есть еще планы. Спасибо. Согласна.